Что нужно сегодня, если ты начинающий крывет-любитель или просто интересующийся историей города-человек? Ну, конечно, удобный сервис, где была бы вся информация о том или ином объекте. Ну, допустим, Гронверский проспект, дом 1. Особняк Матильда Кшесинской, архитектор Александр Иванович Гогин, стиль модерн. Удобно два клика и вся информация о здании. Но этого всего бы не было, если бы не один человек. Звали его Борис Михайлович Кириков. До него никто столь подробно не собирал информацию о исторической застройке Петербурга, не объединял в единый справочник. Как химию невозможно представить без таблицы Менделеева, так и Петербург, без другой периодической системы. Системы Бориса Кирикова. Коренные жители Петербурга. Именитые, с богатой родословной дворянские особняки. Экстравагантные, но при этом таинственные дома в стиле модерн. Практичная промышленная застройка. Очень разные характеры и судьбы. Далеко не каждому они открывали душу. А Кириков смог с ними подружиться. Он знал про них все. Когда другие шли в кино, я шел обходить дворы. И вот так вот началось мое знакомство с городом. Я обходил дом за домом, квартал за кварталом, парадную за парадной. Он брал карту города и шел с ней гулять. От одного здания к другому. После ручкой заштриховывал адрес. Через какое-то время кварталы с исторической застройкой полностью покрылись чернилами. Восемь раз Кириков обходил здание московского вокзала. Когда удостоверился, что строение не имеет охранного статуса, не находил таблички, сделал все, чтобы эту ошибку исправить. Именно Борис Михайлович доказал, что дом Зингера и дом торгового товарищества братья Елисеевы – памятники архитектуры. Очень многие историки архитектуры, вот тут я причисляю к их числу, до сих пор считают эти здания не вписывающимися в архитектурную среду центра Петербурга. Вы до сих пор так считаете? Это абсолютно диссонирующий с классическим центром Петербурга объект. Борис Михайлович в какой-то мере соглашался с таким мнением. Но он не положил это мнение в основу своего административного суждения о том, что эти сооружения, будучи очень значительными памятниками эпохи модерн, заслуживают охраны. В марте 1959 года в Ленинграде принято постановление о мерах по улучшению эксплуатации Государственного жилищного фонда. Иными словами, все дореволюционные постройки подлежали капитальному ремонту. В домах в центре города, наконец, появляются ванные комнаты. А все в кавычках «ненужное» убирают. Старинные камины попросту выбрасывали на помойку. Туда же отправлялись украшения из керамики с фасадов домов. Уничтожали все, что считалось непрактичным и нефункциональным. Кириков с коллегами буквально мог сорваться ночью на место таких погромов. Музей истории города элементы художественного убранства сохраняли и реставрировали. Вот, например, уникальное майоликовое панно с деревянного особняка Брэмми на Васильевском острове. Их демонтировали в 70-е годы, перенесли сюда в фонд архитектурные детали Петропавловской крепости. Вы понимаете, здесь вообще все интересно. Во-первых, такой переходный памятник, потому что вот эти грифончики и венки – это такой неоклассицизм, а, собственно, все остальные керамические детали – это модерн. Ну вот, и здесь тоже есть свои загадки. На панно обнаружилась подпись «БКМ Борис Кириков Михайлович». Ну, это такая шутливая, конечно, расшифровка, но он так шутил. Он так шутил, да? Он так шутил, да. А на самом деле? На самом деле мы не знаем. Вот печные изразцы из доходного дома Балаева, а это облицовочная плитка из дома Штекеншнейдеров с миллионой десять. Облицовка печи Брунгильда из дома на Лермонтовском, 31. Сегодня, когда в городе настоящий краеведческий бум, невозможно поверить, что все это могло просто погибнуть на свалке. А тогда нужно было обладать смелостью, чтобы вступить в поединок с системой. Они вечером вдвоем с Чекановой, замдиректора по науке, ходили. И там было очень много желающих поживиться. И даже было иногда опасно в этих домах. Но вот такая была. Все были молодые, очень хотели собрать, спасти. Да, это был один из видов работ отдела истории города. Мы всегда знали, что это один из лучших специалистов по истории архитектуры. А сейчас можно сказать, что это большая потеря. Это личный кабинет в квартире Бориса Михайловича. Здесь все, как при его жизни. Идеальный порядок на рабочем столе. Книги, папки с рукописями. Удивительно, что нет компьютера. Все свои книги Борис Михайлович написал, а не напечатал. Вот эти все папки, где все сложено. Он буквально знал, на какой странице. Вот когда его спрашивали, какую книгу, он говорил, там третья полка, левая сторона, четвертая справа. Это все вот это. Все у него по системе. Все. Серьезно. Он мог сказать просто вот так вот любую. Вот любую назовет. И вот где какая папка, он знал, что. Поэтому ему было. Он говорил, что писать на компьютере – это механистично. Здесь не будет никакого живого языка. Никакой литературы. А он же был поэт еще. Никогда он даже не задумывался о том, чтобы уехать из Петербурга. Борис Михайлович любил все в этом городе. Всей душой переживал за то или иное здание. Старался помочь ему, если это было необходимо. Петербург потерял лучшего друга. Но остались его книги. Бесценный справочный материал и одновременная история дружбы человека и лучшего города на земле. Здесь знаю каждый дом. До трещин на стекле. И глажу лоб морщинистой асфальта. Как в комнату свою вхожу я. Вхожу в его тылы. И чувствую, что путник не случайный. Мне открывают душу темные дворы. И подворотник посвящает в тайну. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok